приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Владимир и мы продолжаем выходить кингс паунти темная сторона так я так думал очень сильный противник да у кого этих жизни здесь здоровье второй уровень здоровья 18 может пока гиен поменять местами там есть дальше более слабый противник это огненные пауки ведь и самый сильный показывает самого сильное существо в отряде да жалко и разведку все таки не прокачал можно принципе попробует завалить их в принципе паучки есть можно еще можно было бы змей взять вместо вот этих гоблинов так использовать предмет используем яйцо так вместо вот этих ребят пока змей немножко намутить себе змей довольно таки неплохие существа ведь здоровье отрицательных у них и не может атаковать через клетку у них есть такая способность сколько их максимум можно иметь 10 2 яйца еще можно раз 9 сильные видите сохранимся можно и навалять опыт лишним не будет тогда вот огненные пауки когда их атакуешь то воспроим воспоминяйся так им нужно кинуть на замедление подбежим немножко раз такое дело так третьими будет ходить да жалко ветеранов тратить на такое так гиены атакуйте убили но у них есть кровотечения но это и ухтыш 6 пауков угрохали блин не атаковал я глупости мне кажется нам раздадут более чем накинуть на кого-то на этих накидем сеточку так а тут сейчас мы рубанем он ответит ничего себе сараконник это уже плохо а тут мы сразу ответим есть на одного меньше противника стало все равно их много ну не знаю могут и завалить так дойдем чуток если бы лечение было знаете заклинание еще можно было что-то противопоставить замедление этого товарища что-то 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 я переоценил свои силы даже нечего даже нечего репаться если бы если бы были какие-то преграды знаете еще можно было бы кого-то там выставить сдерживать натиск задалека так сказать да травят змею нормально так так хана загрузимся значит не будем атаковать сильного противника просто пособираем немножко яйца так там есть в глубине более слабый противник я ходил там смотрел сейчас пойдет мимо тот смертоносный соберемся Так, немного слабее. Тут королевские змеи. Пойдем туда наваляемые. Королевские змеи. Сильный враг. Стрелки у них есть. Такие ребята есть. Надо им навалять побыстрее. Сейчас видите, вот наш стрелок. Так, ускоряемся. Кстати, надо замедление еще кинуть на вот этих товарищей. Они поменьше бегали. Вот так вот. Отлично. Так, тут нет, тут нет. Тут. А нет. Не достали. Змеечки. Просто они тоже могут эти бросок сделать. Подождем. Пойдем. Так, а тут. Жахнем так. Вот сейчас бросок будет. И трава нет, обязательно видите. Такс. Ну давай геной пожертвуем. Хм, отлично. Змея. Змея у меня попалась. Но сейчас мы сделаем бросок. А нет. По паукам. Их оглушение. Происходит. Так, а ускорение мы тоже не можем дать с нашим бойцам. Ну ладно, паучки туда атакуют. Все равно змеи не могут ответить. Потому что они уже ответили генам. О, тут как раз нужно вынести. Пауков не жалко. Давай подождем. Лучше пауков под удар подставим. Вот так вот. Промах. Это сейчас золотых. Не плохо, денежку заработали. Так, а сюда надо поставить какого-то из вас. углов. Так, и надо будет донанимать паучков. А змей пока нет. Паучков где-то парочку. Правой кнопкой. Так. Еще раз обдам. 19 хватит. Больше не надо пока. Там если больше наймешь, то просто не будешь ими управлять во время боя. Это надо будет делить. Кристаллы. Кристаллы. Кристаллы магии. Еще от них можно изучать заклинания. Магия порядка нужно, чтобы лечение изучить. Так. Ну и тут много всякого, как видите, лежит. Если его не пособирать, пропадет. Бесплатная бойцевка. Сказать. Так. Вот я сбоку. Яйца. Кристаллы магии. Приводятся. Так. Вот я сбоку. Так. Ничего. Вот тут еще есть. Магию изучить. Конечно. Немножко. Чтоб элементарные заклинания, там лечение, все по этому. Иметь все в распоряжении. Можно было бы более спокойно себя чувствовать. Значит уходим от этого. С этими ребятами не будем пока биться. Слишком мы слабы для этого. Как показал опыт. Идем в гости к гномам. Поговорить со Стражей Подземелья. Угу. Хорошо. Сейчас поговорим. В воде никаких скрытых сокровищ нету. В данный момент не вижу. Ничего не подсвечивается. Ух ты ж. Это кто? Очень сильный. Не надо с ним сталкиваться пока что. Стражник. Из окна королуки показывается голова заспанного гнома. Так, так, так. Кто тут у нас? Ох ты ж чтоб меня небесным молотом ударила. Да ты же лорк. Открой ворота гном. Это еще с каких таких делов. У нас приличное подземное королевство. И всякие орки нам тут не сильно то и нужны. У тебя же руки вон по коленам в крови. Нет крови на моих руках гном. Я простой скиталец пришел в ваше королевство потому что знаю что вы всегда соблюдали нейтралитет. Ну не знаю Арчина. Репутация у вашего народа хуже некуда. Если ты с кем подерешься зашибешь насмерть. Кто виноват будет? Правильно. Кири стражник. Потому что пропустил тебя. Вражина внутрь. Нет уж. Оставайся. Как ты там где стоишь. Ну расскажем о своих несчастьях. Паном незаметно смахивает неплошную слезу. Эхэ. Вижу потрепала тебя жизнь зеленокожей. Ну ладно проходи. Но только смотри мне. Чтобы никаких неприятностей. У нас тут с нарушителями спокойствия строго. За шкирку да на улицу. Так что веди себя подобающим образом. А королевский замок тут рядом будет. За воротами налево. На мост с красными фонариками. Обещаю что от меня не будет никаких неприятностей и страж. Хорошо. Мы попали в гномье царство. Теперь нам нужно тут это. Пополнить наши припасы. А туда нельзя. Сейчас сходим. Сюда глянем. Вроде бы замок стоит. Или что. Что тут есть. Гер Диггер. Приветствую тебя странник. Я Гер Диггер. Властитель Драгондора. Не часто здесь у нас встречаются орки. Хотя. Вековечный нейтралитет. Моего прекрасного королевства. Приваживает всякий сброд. Как тебя зовут? Меня звать Багир Яростный. Я пришел в твое королевство из трех ручьев. О большой вождь. Маленьких гномов. Скажи же мне. Багир. Зачем ты пошел в Драгондор? Неужели ты не мог пройти стороной? Ну расскажем опять историю. Ну все понятно. Очередной нищий беженец погонит за плечами. Сначала демонесса. Потом вампир. Теперь еще и этот. О. Компания собирается. Почему? Ну почему в Драгондир никогда не эмигрируют различные мастеровитые гномы или на худой конец эльфы ювелиры? Постой вождь и дихер, ты сказал что до меня здесь побывали такие же изгнанники? Точно. Демонесса и вампир. Представляешь? Мороз по коже от этого кровососа. И пришелся им дать прибежище. Ничего не попишешь. Традиция. Но я им строго-настрого приказал, чтобы они не вздумали никаким дурным чародейством заниматься. Они то живы у меня. Экстрадиции. Индуции. В общем выгоню их прочь из королевства. Возможно мне стоит их повидать? Где ты говоришь они остановились? Известное дело в трактире на драконе у старого Бомбли. Это как выйдешь с моста сразу налево по деревянным ступенькам. Другой гном их на порох не пустил. Но для Бомбли деньги не пахнут. Ага, в трактире старого Бомбли. Ну мне пора. Ты вот что послушай здоровяк. Я это им говорил и тебе скажу. Вы можете оставаться в моем королевстве сколько пожелаете. Из Драгондора выдачи нет. Но если я узнаю что вы черное ковдовство творите. Или другим каким паскудством занимаетесь. Пеняйте на себя. Я понятно изъясняюсь. Орк. Понятно вождь. Мы получили уровень. Нет. Так. Мой дух. Разведка. Нужно подождать еще. В принципе. Нет, нет, нет. Ярость. И магию надо изучить. Магия порядка. Это медитация. Телек плюс один. Скукая орка. О, тут уже три можно взять. В журнале встретить товарищей. Хорошо. В итоге ничего нельзя купить, да? Огналов. Арсенал. Ну конечно же так. Куда меня не пустят. Всякие штучки бежат интересные. Так можно нанять змей немножко больше. И паучков. Так. Яйца азотри. Как раз. Стали посильнее. Изгоняем. Встретим беженцев. Найдем точнее беженцев. Которых тоже изгнали с техник земель. Силы света. Так. Заглянем. В доме никого нет. Трактир на драконе. Но я хотел бы пройтись. Может где-то есть. А вон есть торговец. Тут нас не пускают. Ворота заперты. Вот уж такое. Вады. Не хотят с нами торговать. А туда вряд ли да. Или можно. Вроде можно пройти. Посмотрим. Может где-то хоть какой-то торговец найти. Не пускают нас туда. Ладно. А вот спуск есть какой-то. Тут тоже закрыто. Тут. Не пускают. Ясно. Но мы не хотят нас никуда пускать. Бомбли Старый. Добро пожаловать в трактир Бомбли Старый. Где любой странник получит кровь, пищу и гостеприимство. Невзирая на его или ее расу. Пул и вероисповедание. Здравствуй Бомбли. Я Багир Яростный из Трех Ручьев. Проходи же Багир. Надеюсь тебе не будет скучно в моем трактире. Кстати у меня же есть постояльцы с которыми тебе будет интересно поговорить. Демонесса от Риксуса и вампир из самого Портланда. Сразу видно. Благородный господин. В самом деле я хотел бы поговорить с ними. Бомбли. Неолина. Бомбли Старый уважает вас в заднюю комнатушку в которой отдыхают демонессы и вампиры. В которых вы уже столько наслышаны. Изящная демонесса встает и протягивает вам ладони для рукопожателя. Смотрите-ка. Магистр Де Мортон. Нашего полку прибыло. Ну же друг мой. Присаживайтесь. За ваш стол. Будьте нашим гостем так сказать. Ну. У нас же орк. Проигнорируем ее руку. Демонесса убирает руку. Как будто не заметила что вы проигнорировали ее рукопожатие. Ну конечно же вы голодны с дороги друг мой. Ешьте пейте. Наш хозяин оказался необыкновенно любезен. Принес множество блюд. Лишь бы мы не выходили в общий зал. Она грустно улыбается. Показав на мгновение блестящие койки. Хух. Какие хорошие койки. Каждому бы такие. Расскажите же нам. Кто вы. Какое несчастье привело вас в Драгондор. Расскажите сперва о себе. Вы правый друг мой. Как же. Итак. Я не сказала что меня зовут не Алина. С чего бы начать. Я родилась в 314 году. Четвертого круга. Это исчислению демонов. По демоноскопу я. Винторох. Может как нибудь покороче. Но если тебе совсем не интересно. В общем. Несколько дней назад. На мой родной. Атриксус. Напали люди. Сперва мы не придали этому значения. Мало ли кто шалит. Что вообще эти люди могут. Но их оказалось очень много. Наша армия под командованием орда. Громоглота. Была разбита. В сражении. Мы собрали еще одну. Из всех демонов. Способные держать оружие. И снова напали. На интервентов. Слушаем дальше. Ну и. Наша вторая армия была разбита. Кажется. Людям помогала. Особая магия. Иначе. Я не могу объяснить. Того. Что им. Удалось одержать над нами верх. Что хуже всего. Часть демонов. Перебидывалась на сторону людей. Привлеченные обещаниями. Что их посчитят. И даже дадут власть. Над непокорившимися. Для меня это было уже слишком. И я решила. Сматывать удочки. Из. Атриксуса. Думала. Переждать. Заврожку. Здесь. Драгондори. И встретила здесь. Магистра. А теперь. Вот и тебя. Понятно. Круковатого я. История. Вампир. Даэрт. Демортон. Вампир. Который. До этого. Безмолвно. Слушал. Ваш разговор. С неолином. Не делая. Попыток. Мешаться. И лишь. Грил. Руки бокал. Полный. Подозрительной. Красной. Жидкости. Поднял. Узел. Позвольте. Сначала. Представиться. Дэрт. Демортон. Вапир. Наша. Прекрасная. Спутница. Постоянно. Называет. Меня. Магистром. Что. Несомненно. Не так. Я. Всего. Лишь. Делаю. Мертвый. Шаман. В области. Высокого. Искусства. Продолжаю. Мертвый. Шаман. Не буду утверждать. Ваш интеллект. Подробностями. О моей жизни. И. О прощении. А. Также. О моем. Посмерти. Это. Безусловно. Интересная. История. Но. Я расскажу ее. Как нибудь. В другой раз. В более. Располагающей. Обстановке. Ну. Поковыряемся. Носу. Немножко. Скажу лишь. Что. Моя история. В общих чертах. Сходна. С. Историей. нашей. Прелестной. Спутницы. Долгое. Время. Мы. Неживущие. Обитатели. Портланда. Поддерживали. Неписанный. Но. Некем. Ненарушаемый. Нейтралитет. Они. Заходят. В нашу. Половину. Острова. Мы. Не убиваем. Больше. Одной. Девственницы. Вампир. Пропускает. Ваши. Мимо. Ушей. Но. Примерно. Месяц. Назад. Начались. Нарушения. Границ. С. С. Этим. То. Разбирались. Без проблем. Затем. Нерои. Закованные. Ватой. Вороженные. Осиновыми. Неприятнейшая вещь. Близи. А. Сегодня. Под покровом света. Они. Напали. На. Кладбище. На. Котором. Отдыхала. Моя. Прислуга. Все. Мои. Верные. Слуги. Пали. От. Осиновых. Кольев. Разъяренной. Толпы. Зампир. Вздравивает. И что было дальше. Я решил не дожидаться. Прихода. Разъяренной. Толпы. И покинул. Годовой замок. Как был. Прихватил с собой лишь верный меч. И вот я здесь. В Драгандоре. Рассчитываю лишь на милость. И традиции. Гномьего народа. Гномы. И фу. Да в былые времена я обрезывал бы гномом. Даже если умирал бы с голода. Но. Сударь. Теперь вы знаете наши истории. Мы бы хотели услышать вашу. Ну расскажем. Куда деться. Гемнесса и вампиры внимательно выслушали вашу историю. Иногда задавая уточняющие вопросы. Когда вы заканчиваете. Повисает тревожное молчание. Нарушить которое решается. Даэрт Демартон. Для меня совершенно ясно. Что происходящее с нами является лишь. Фрагментами. Общей мозаики. Сложить которые у меня пока не получается. Может я попробую. Вампир продолжает свою речь. Думаете вы не будете спорить. Что в мире. Нарушился великий баланс. Света и тьмы. Кто-то или что-то склонила чашу весов. В сторону света. И все паладины. Охотники на ведьм. Истребители. Демонов. И прочая светлая шантропа. Получила перевес над нами. Не поклоняющимися. Свету. Если ничего не предпринять. То они уничтожая. Таких как мы. Будут все сильнее. Склонять баланс силу. На свою сторону. Шантропа. Мне очевидно что наша встреча здесь. В Драгондоре. Не случайно. Что-то или кто-то собрали здесь. Чтобы мы. Такие разные. В то же время. Такие похожие. Постановили нарушенный баланс. Между светом и тьмой. Вампир внезапно меняет тему разговора. Что вы знаете о Драгондоре. Друзья мои. Ммм. Ммм. Агномы не любят орков. Я так и думал. Слушайте же. Во время моего изучения некоматических наук. Я много внимания уделял самым основам магии. Что делает мага темным или светлым. В чем ключевая разница между темной. Темной и разрушительной магией хаоса. И светлой восстанавливающей магией порядка. И вот что мне удалось разузнать. В древних манускриптах. Подавим зевок. Так вот. Наш мир. Опекает две. Трансцендентные сущности. Духа или Бога если хотите. Одна из них опекает светлых. Назовем его духом света. А другую темных. Назовем его духом. Темных. Тривиальный пример. Делоцентрического дуализма если хотите. Сделать вид что все понятно. Мне не известно где обитает дух света. Возможно об этом говорится в книгах светлых волшебников. Доступов которым у меня не было. Но мне абсолютно точно известно где находится дух тьмы. Это дракон на останках которого выстроен целый подземный город. Был не просто драконом. Он был великим драконом холоса. Телесным воплощением духа тьмы. Многие столетия назад он упал в битве со соединенными армиями света. Но дух тьмы не погиб. С разрушением его телесной оболочки. Он бежал в самые темные заколки подземелья. Проход в который и был замурован победителем. Именно тогда нарушился глобальный баланс сил между светом и тьмой. Но дух света выжидал все эти столетия. Желая удостовериться в своей победе. Но дух тьмы. Ослабленные и закрытые подземелья. Он продолжал сопротивляться. Без заточения. Поддерживая силы своих верных последователей. И тогда дух света. Решился на необычный шаг уничтожить всех верных тьме. Таких как мы. И вот что я предлагаю вам всем. Мы можем допустить. Мы не можем допустить. Чтобы план духа света. Осуществился. Это будет обозначать конец нашего мира. Каким мы его знаем. В этом новом мире будет царить. Новый порядок. И таких. Таким как мы. Свободолюбивым. Смелым. Искованным. Узкими рамками морали и законов. Места уже не будет. Я спрашиваю вас. Вы со мной? Что ты предлагаешь нам сделать. Мертвый шаман. Мы должны найти проход. Убежище духа тьмы. И освободить его. Гномы Драгандора. Несомненно охраняют проход. Но втроем мы одолеем. Одолеем кортышек. Вы со мной? Я с тобой вампир. А ты прекрасная демонесса. Я с вами друзья мои. С детства мечтала совершить что-то такое. Геройское и необычное. Это все время было не до слух. Но я предлагаю скрепить наше намерение нерушимой клятвой. Принесем клятву на крови. У меня как раз есть большой меч. Обнажите это ган. Неолина обнажает запястье. Струйка ее дымящейся кровью омывает предвиненное острое лезвие. Рана затягивается на глазах. Принесем клятву. Даэрт Демортон умножает запястье. Тягучая черная жидкость. Это лезвие багрового клинка. Обнять новые друзей. Трогательную сцену уединения темного начала прерывает бомбли старый. Я удивившись с подносом еды в самый неподходящий момент. Это вы чего тут грязь развели? Все стены в крови. Ишь! Чего вы думали? Как вас то темное творит? И обои пачкать. Вон из моего трактира. Заткнись трактирщик. Принеси еды, принеси и выпивки. Несу свой нос куда не просит. Трактирщик сплеснул руками и выбегает. Но вы еще можете слышать его ворчание за стеной. Я это так не оставлю. Я вам вородскую стражу пожалуюсь, а? Пожрать. Так, стражник. Не успели вы отдать должное в боку ягненка под чесночным соусом. Как у двери снова показались незваные гости. Бумли старый прием довещенного стражника, с которым вы уже разговаривали вород. Так, так, так. А я ведь вас сегодня предупреждал. Творить черное колдовство или еще какую гадость совершать. Прочь из Драгондора. Так что, пойдемте вы все. Что такое колдовство? Остражника будет рукой помещение, которое после вашего ритуала и правда выглядит слегка окровавленным. Да что это все? Несомненно, злое чародейство. Так что все вон из-за стола и пошли со мной в участок. Какое колдовство? О чем ты? Мы просто решили разнообразить декор помещения. Никто не понимает... Новаторов. Хе-хе-хе-хе. Все равно не поняла жена. Ишь ты, декораторы-новаторы нашлись. Знаем мы таких. Вставай из-за стола. Держим руки на виду. Я кому сказал? Стражник вытаскивать из-за пояса черную дубинку. Из неизвестного материала. И припольно тащить ее вам в коленную чашечку. Вот тебе, вот, получи. Ну-ка, родышко, ты сам напаселся. Друзья. Бегите к черным вратам. Я задержу гномов. Атакуем. Сейчас будет драка. Но их немного, в принципе. Самое опасное это бригадиры. А это обычный гном, да? Памятность. Мстительность. Это шахтеры. О, тут уже есть сундучок, смотрите. Эти ребята довольно медленные. Надо бы ускорение кинуть на нашего товарища. И открыть сундук. Сундук. Тринадцать тысяч золотых. Так, встанем пока тут. Подождем. О, замедление кину. Что? А зря ты эту статую и бьешь. 75 здоровья, да? Тринадцать тысяч золотых. Тринадцать. Тринадцать тысяч золотых. Эти все ждут. Пока станем тут. И тоже подождем. шахтёк подошел бежим сюда нас благословили да да максимальный урон наносим отлично так мы только на две клетки можно кинуть замедление на вот этого чувака змеючкой излупить подождем о ускорение кину вечно промазал так 3936 получше бы шанс так паучок лично тут можно подойти что нам кинули не знаю что нам кинули мы добьем вот этого гнома вот и разобрались за новыми нового то конечно золото получили но зато 13000 получили с сундука отлично набраться до черных ват тут что наверно куда-то туда идти врата может что нам нужно пополнить нет не нужно куда у нас ярость будет активирована мне вот интересно разведку изучить так вот и лифт кто-то там стоит ждет резин я вот не помню он вроде бы присоединиться хочет или что а ого ты кто откуда бежишь и куда за тобой погоня а ты кто такой что-то ты не очень похож на гнома меня зовут резин я местный оборотень а вот ты кто и куда спешишь меня зовут богер резин не знаешь ли ты где тут находятся черные врата а тебе зачем богер у меня возник конфликт с местными властями понятно и думаешь что за черными вратами ты найдешь безопасность ну ладно беги прямо там будет летучая платформа сразу за ней черные врата но имей ввиду их всегда охраняют спасибо резин так уйдем так а что там там вроде бы что-то лежит да я так вижу хрен тебе зайдешь не отсюда вот пока сюда нельзя пройти да жаль так слабый отряд охраняет так 2 уровня чувак мы 4 уже ничего нету такого интересного ну давай начальник стражи стой исчадить мы это запретная зона уходи отсюда немедленно мне некогда тратить на тебя время шлемоголовый так что тут у них так все гномы да вроде бы бригадиров нет давай пока наверно подождем но мы особо такой не обладают магией разрушительной так топорик кинуть кого-то да может ускорение наших ребят вывести из строя от этих ребят пока не все походят для полчаса пройдет так мы станем а тут сзади так смотри как они может подойти к нам встанем а тут защитную стойку тоже лучше очень близко не подходить так вот ускоренятся понемножку их выводить так подожди змея тоже дружище подожди промах отлично эти ветераны лодки тоже очень хороши не каждый враг может попасть по ним так нужно подбежать с полочки сожрут их от этих ребят подкушаем и тут поработаем немножко отлично сейчас яростью отработаем точнее адреналином способности за адреналин как-то там делаются так шахтан от этих ребят чё себе крит нанес отлично так сейчас поднимемся немножко вверх можно еще подняться и завалить вот этого все получится вот этих ребят немножко порежем сейчас это будет ходить знает кого атаковать 6 это снесем хоть одного еще одного гнома скушали как раз они стали так хорошо троих сразу еще вот этого до кушаем защиту снял уменьшим заклинание там он видите понижена защита уменьшает немного пригреем этого товарища и и воин добиваем от этого пленных взяли еще не знаю что с ними будущем конечно делать с пленными скорее открывай врата багир за нами погоня поторопись кроватая уже открываю я уже рядом открывай врата поторопись же мертвый шаман уже открываю так ну ладно принципе откроем врата мы уже следующей серии продолжим наше путешествие в принципе немножко подрезали гномов ничего новые вырастут еще и будем дальше разбираться с силами света которые наседают на силы тьмы а пока всем спасибо за просмотр если понравилось не забывайте ставить пальцы до встречи в следующей серии всем пока